Всем привет! Сегодня мы поговорим о советниках в игре Великий Султан. Вот смотрите, как только вы начнете игру, у вас будет советник пиолея. Вот вначале будет написано слово уровень, они все будут единички белого цвета. Сейчас, нет, мне уже больше не до беленьких. Ну вот, ставьте сразу на силу. Так вы будете знать, с какой силой обладает каждый из советников. И прокачивайте. Пиолея, вначале которой, исключительно только чтобы пройти уровни, чтобы продолжать дальше нести. Смотрите, вот он. Его не надо прокачивать. Всегда смотрите на их умения. Вот они. Вот. Вот они. Видите, вот эти скрещенные мячи, рукопожатие. Потом, что он читает, какой у них уровень. Для начала, самый лучший, который появляется, это вот неплохой политик Караман. Посмотрите, какие у него таланты. Видите, мифология, аж 5-5 звездочек. И командный голос, 4. Также неплохо. Давут, но он позже появится. У него вообще золотой уровень, видите, по мячам. Вот таких сильных советников с большими звездами всегда надо прокачивать. Они вам составят неплохую команду. Так, прокачивать. Вам будут даны вот всякие бонусы. Вот, тут одежда. Это позже, когда вы прокачаете. Золото, чтобы уровни прокачивать. Сейчас мы это все соберем. Прокачиваете, вы все в компаниях. Вот, смотрите. Сейчас мы... Вот. Вот, смотрите. Они у меня не такие достаточно сейчас сильные, чтобы с одного раза уничтожить этого соперника. Но так как у меня их много, мы его обязательно победим. Все время выбираем слово атака. Шелкаем. И играем. Так, смотрите дальше, что у нас. Вот. Плюшки всякие пошли. Победы в компании. Нам дают за это 100 алманов. Так, продолжаем дальше. Вот, например, у нас... Вот этого можно получить только если вы соберете очень много жетонов. Вот видите слово призыв? Вот вы если соберете 10 жетонов, вы сможете взять одного вот из этих. Или всех четырех потом, со временем. А этот из... Из пятерки. Вот он. Я его уже взяла. Вот эти все очень сильные. Их по-любому надо прокачивать. Советники. Сейчас покажу. Вы... Вы... Выполняя задание, вы можете собирать жетоны. Сейчас я вам покажу где это. В создании. Видите? Их можно одежду сделать. А мы зайдем слово в другое. Видите? Вот можно создать жетоны. Щелкаем. И вот так бингулком увеличиваем. Это для прокачки силы. Вот видите, я собрала 10 осколков звездочек. И я могу теперь получить один жетон. А вот таких жетончиков надо еще 9 штук, чтобы приобрести еще одного советника. Или прокачать потом со временем. На что лучше всего обратить внимание, какие хорошо можно прокачивать. Это вот Давуд. Гидик. Хадим. Один из самых лучших. Вот талант видите? Я могу его улучшить. Нажать на улучшение. И он стал более сильным. Повысил еще один уровень. Также можно прокачать с помощью книг. Вот видите? Также у каждого советника есть связь. Так, у этого у меня пока сегодня открыта связь. Сейчас мы посмотрим, кто у меня есть. По-моему, у Карамана здесь связь. Вот смотрите. Дафна у меня. Каждый раз, повышая уровень Дафны, она может ему прокачивать те или иные уровни. Видите? Сейчас мы ему улучшим уровень. Вот он. Он стал максимальным. Самым лучшим. Теперь можно прокачать и остальные. Вот смотрите. Чтобы вот эти следующие уровни прокачать, нужно повысить саму Дафну, давая ей подарки и увеличивая ее близость и обаяние. И тем самым улучшая уровень. А чтобы получить очки, нужно непосредственно заходить в классные комнаты и учиться. Видите? Я недостаточно сильная, чтобы кого-то выгнать из комнаты. Не надо прокачиваться дальше. Меня постоянно оттуда выкидывают, потому что у меня очень слабенькая она. Но со временем это будет сделать сложнее. Вот так происходит взаимосвязь между советниками и наложницами. А что насчет вот этих, которые взяли за жетоны, их со временем можно тоже прокачивать, но также нужно собирать эти же жетоны. И тогда будут улучшаться навыки ихние. Это из пятерки. Из четверки тоже самое. Там свои жетоны, которые отличаются. Ну, на этом все. До новых встреч, друзья. Если вам что-то заинтересовало, спрашивайте. Всегда готовы поделиться информацией. А пока до новых встреч. Не забываем подписываться и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч.